День волонтёра Екатерины Сопрыкиной начинается рано утром, на кухне. Приготовить завтрак для всей семьи и не забыть о подопечной. Валентина Павловна, добрый день ещё раз. Это Катя. Спасибо. Валентине Павловне 86 лет. Проблемы со зрением. Готовить стало сложно. Поэтому Екатерина старается всегда принести, кроме продуктов из списка, горячие блюда. Сегодня на обед, например, котлеты и суп. Из-за того, что она инвалид по зрению, она почти ничего не видит, она не может сама спуститься и обслужить себя никаким образом. То есть без волонтёрской помощи она реально бы никак. Кроме Валентины Павловны не могут без волонтёрской помощи ещё четыре пожилых человека, которым помогает Екатерина. Признаётся, бывает нелегко. С каждым надо поговорить. Всем проблемам сопереживает. Но по-другому не может. Я тоже как бы многодетная мама. И понимаю, что если я могу кому-то помочь, кто находится в более сложной сейчас ситуации, не может по состоянию здоровья выйти, или кто-то потерял работу, и мы можем помочь какими-то продуктами или вещами. Если мы что-то можем хотя бы сделать, маленький вклад свой, то надо, конечно, делать. Екатерина в рядах активистов сообщества родителей округа. Волонтёрством занялась больше двух месяцев назад. Но за такое короткое время ей удалось даже расширить географию помощи. Например, детскому дому из Мурманска были нужны краски, кисти, альбомы и картины по номерам. Сделать мир ярче детскими рисунками легко. Посылка от Екатерины ребятам уже отправлена в Мурманск. Я безумно рада, что я попала в наш штаб. У нас очень много замечательных людей. Я беру с них пример. У нас у многих ребят такие глобальные проекты. Хочется к ним присоединяться. Они помогают и обедами кормят врачей на станции скорой помощи. Уже вечер, а Екатерина всё ещё на посту. Теперь развозят гуманитарную помощь по программе губернатора Подмосковья. В день не менее пяти адресов. А потом в штаб на расфасовку новых коробок. Василиса Ивашкин, Артём Ломоносов. Телекомпания Одинцова.